Несмотря на жаркую и сухую погоду, по микрорайону Арженко вода текла рекой. На перекрестке улицы Комитетской и в районе улицы Садовой произошел прорыв трубы. С 12 часов ночи из земли бил фонтан и только утром рабочие Тамбовской сетевой компании приступили к работам по устранению аварии. В 23 часа 10 минут 14 июля диспетчеру ТСК поступил звонок от жителей улицы Комитетская, которые и сообщили об аварии. Дмитрий Бакин объяснил, что аварийная бригада рабочих всегда дежурит, но в ночное время суток проводить работы им запрещено по ряду причин. В ночное время вот эти данные аварии мы устранить не можем, не имеем права даже, по двум причинам. То есть это соблюдение техники безопасности, это первое. Второе, на согласование с коммунальными услугами, то есть городский телефонный сет, Горгаз. В ночное время на согласование никто так и не дает. Здесь очень много людей. Ну и, значит, по пабличному проезду я могу готовить, потому что здесь произошел порыв, вода растекалась и попадал в канализационный люк, который уходил туда вместе по пабличному проезду. С утра начались работы по устранению аварии. Сначала отключили скважину и сразу несколько улиц остались без водоснабжения. Только в пятиэтажных домах произвели переключение с городского водовода. Последствия аварии видны на протяжении улицы Комитетская, центр Арженки и улицы Фабричный проезд. На какое время жители микрорайона Арженка остались без воды, пока не ясно. Порыв трубы находится под землей, поэтому только когда раскопают, будет виден весь фронт работ. Екатерина Студенова, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказыва.